Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Динер. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Шокирующий инцидент. Двух заринских подростков проверят на причастность к изнасилованию 10-летнего мальчика. Небесный фейерверк, гамма-кванты и модели мира. На Алтае планируют построить лабораторию по изучению космических лучей. 122 ребенка на 32 пары. В преддверии Дня семьи, любви и верности в крае наградили многодетные семьи. Старая схема мошенничества, но под новым соусом. В крае объявились злоумышленники, которые похищают деньги, представляясь налоговиками. От финансовых махинаторов уже пострадало несколько предпринимателей Белокурих и Рубцовска. Вымогатели по телефону связываются с владельцами кафе и ресторанов и просят их организовать обед для высокопоставленных гостей. Мошенники настаивают, чтобы на корпоратив подавали алкоголь определенной марки, которая обычно отсутствует в меню заведения. Затем злоумышленники просят бизнесменов перечислить на их счета деньги, чтобы они могли закупить алкоголь самостоятельно. После перевода средств связь с мнимыми клиентами теряется. Сотрудники Алтайского управления налоговой службы призывают предпринимателей края быть более бдительными, так как подобные просьбы со стороны ведомства недопустимы. Если такое даже подозрение от действующих сотрудников у нас будет вызывать, все случаи жесточайшим образом пресекаются. Однозначно все обращения, связанные с коррупционной направленностью, либо даже подозрения в коррупционных действиях, они тщательно расследуются, как нашей службой безопасности, так и коллегами из правоохранительных органов. Далее просто шокирующая новость. Двух заринских подростков следственный комитет края проверяет на причастность к изнасилованию 10-летнего мальчика. Мама потерпевшего обратилась с заявлением сразу в несколько правоохранительных органов и в редакцию нашей телекомпании. По ее мнению, без огласки ужасающего инцидента дело могут просто замять. Ведь подозреваемые тоже несовершеннолетние. Продолжит тему Валентина Аскирова. Это мама 10-летнего мальчика. Женщина признается, вот уже две недели подряд сердце разрывается от дикой боли. 25 июня она от старшего сына узнала то, что не могла себе представить даже в самом страшном сне. На местном озере и в собственном доме надругались над ее младшим сыном. Четыре бутылки охоты, четыре пачки сигарет. Мы пришли. Купались, купались, купались. Заставляли пить, пить. Я пил. Я выпил полбутылки, я упал в отморок. И завели меня в дом. И там меня потом... В дом это заброшенный какой-то? Да. Вот так проводила время совсем еще юная компания. Помимо сыновей женщины, назовем ее Мариной, 10 и 13 лет были еще двое 13-летних мальчишек. Они-то, по словам заринчанки, и задумались вращение над младшим. Когда об этом Марина узнала от старшего сына, сразу же обратилась в полицию Заринска. Шесть часов участки, вспоминает она, самые страшные в ее жизни. В ходе допросов ребятишек, женщина в подробностях узнала, насколько неподетски жестоким может быть детский мир. Одно из мест, где надругались над ребенком, это баня. Мальчик пошел ее затопить и упал. В этот момент, по словам очевидцев, двое пьяных 13-летних подростков зашли и совершили преступление. По словам мамы потерпевшего, ее ребенка напоили и надругались, когда он был без сознания. Помочь своему 10-летнему сыну она не могла. Она была на работе. Старший брат пояснил, что его по роковой случайности рядом в нужный момент не оказалось. Ушел гулять с другими. Когда вернулся, все уже случилось. Благо младший в какой-то момент пришел в сознание Ирину собежать. Я вот так вот сел и сидел, пока они не увидели меня. Минуты две. Потом они увидели меня. Я, короче, вот сюда встал и сказал, давай еще раз. Я сказала, нет, потом услышал язык, что брат мой едет. И я быстренько побежал слазить. По словам Марины, оба подозреваемых в причастности к изнасилованию в полиции во всем сознались. Но не осознали, насколько мерзкий поступок совершили. А позже родители горе-подростка звонили и пытались откупиться, чтобы женщина просто забыла об инциденте и не выносила ссоры из избы. Ты что захочешь, то я тебе куплю. Только попроси, пожалуйста, не губите детей. Чтобы я их не писала заявление, не губила. Что нельзя, не спит в школу, никуда. А почему нельзя? Ну, боятся, что они их там погубят в спецшколе Ягуа. Мой сын как теперь будет жить с этой. От вознаграждения Марина наотрез отказалась. Говорит, по-хорошему бы теперь навсегда уехать из Заринска. Но возможности нет. Одна воспитывает троих детей, и семья живет более чем скромно. Решила, будет защищать сына здесь как может. Помимо полиции, написала заявление в СУСК. По данному факту проводится доследственная проверка в порядке статей 144-145 Уголовного процессуального кодекса России. В ходе ее проведения будут установлены все обстоятельства, и дана им будет юридическая оценка, и принято законное обоснованное решение. А вот полиция, считает женщина, явно затягивает с результатами медосмотра ребенка. Оно прошло 26 июня, а результатов освидетельствования до сих пор нет. Марина боится, что никто за содеянное не понесет наказание. Подросткам нет и 14-ти. К тому же один из них учится в элитной школе Заринска. До их родителей дозвониться не удалось. Но педагоги школы, где учится второй подросток, и, кстати, там же 10-летний сын Марины, признались, что в курсе случившегося. Мы говорили и обговаривали, конечно, и решение будет принято. Но мы сначала, наверное, как-то это должны и с родителями, и с отделом, комитетом по образованию. Это вообще кошмар какой-то. И впервые я с этим сталкиваюсь. Шокирующее происшествие вызвало настоящий переполох в Заринске. Кажется, весь город пребывает в недоумении и растерянности. Многие просто боятся отпускать одних детей на улицу. Ну как с этим жить? Это именно ужасно такое. Пока следователи продолжают проверку и подробностей не сообщают. Процессуальное решение будет принято до августа. Но известно, что подозреваемых в причастности к преступлению планируют поставить на учет. В органах профилактики, как лиц, склонных к противоправным действиям. И за ними будут пристально наблюдать. Правда, этих мер, считает Марина, явно недостаточно. Она признается, что, возможно, слишком мало уделяла внимания воспитанию своих ребятишек. Но не думала, что детство может быть настолько опасным. Если в нем поступают хуже, чем многие взрослые, то и спрос должен быть соответствующим, требует женщина. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости. В крае, возможно, появится крупная лаборатория по изучению космических лучей. Об этом сегодня заявили на 27-м Европейском симпозиуме астрофизиков, который впервые проходит в Барнауле на площадке Алтайского госуниверситета. На него съехались ученые из 23 стран. Что обсудили в первый день симпозиума в сюжете Анастасии Дороган. Небесный фейерверк или столкновение частиц с атмосферой Земли. Их называют космическими лучами. Планету они пронизывают постоянно, но человеческому глазу их не видно. Алексей Юшко, выпускник классического вуза, следит за ними из Чехии. Космические лучи, у них энергии гораздо выше, чем энергии, которые мы можем получить на Земле, в том числе на Большом Адронном коллайдере. Мы хотим понять процессы, с помощью которых во Вселенной, то есть в природных условиях, эти частицы достигают этих энергий. Космические лучи и их потенциал – главное направление астрофизики во всем мире. Обменяться идеями в Барнаул приехали 160 ученых из Японии, США, Норвегии и двух десятков стран. Алтай встречает как регион, который за 40 лет внес немало в изучение лучей из космоса. Самое главное – это развитие моделей, развитие теории ускорения космических лучей, развитие области моделирования физики космических лучей. Поэтому эта группа сильна именно этим направлением. Это чрезвычайно важно нам, экспериментаторам, для того, чтобы сравнить результаты эксперимента с результатами моделей. Мы постоянно находимся в условиях радиоактивности с давами космических лучей. Вплоть до молнии может оказаться так, что космические лучи влияют на климат. Влияние на климат и, как следствие, здоровье человека особенно актуально в условиях ураганного лета на Алтае. Но однозначных ответов у ученых пока нет. Сейчас в Сибири действуют две обсерватории по сбору данных о лучах – в Иркутске и Бурятии. Еще одна, возможно, появится в нашем крае, в Алтайском районе. Наш округ, по словам экспертов, идеально подходит для наблюдений за космосом. У нас большее по сравнению с другими регионами России количество безоблачных ночей. В безлунную и безоблачную, так сказать, время ночью можно регистрировать как раз гамма-кванты, приходящие к нам из далекого космоса. Судьба космического проекта в крае решится осенью. Но нам уже есть чем гордиться. Впервые за свою историю. Алтай – всемирная площадка, где прямо в эти минуты ученые планеты ищут пути движения космических лучей. Анастасия Дороган, Андрей Печеркин. Наши новости. Крокодилов, удавов и леопардов пытались незаконно завести в Россию через Алтайский край. Попытку контрабанды пресекли сотрудники региональной таможни совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ. 15 экзотических животных задержали в автомобильном пункте пропуска Кулунда. Гражданка России перевозила их из Казахстана в прицепе грузовика. Рептилии были в деревянных ящиках, а леопарды в специальных клетках. При этом документы, разрешающие ввоз животных, отсутствовали. Отметим, виды перемещаемых животных относятся к особо ценным. Они занесены в Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения. За их контрабанду Алтайская таможня возбудила уголовное дело. Нарушительнице грозит срок от 5 до 7 лет заключения под стражу и штраф до 1 миллиона рублей. Канализационный запах или роза ветров по-барнаульски. В последние недели жители краевой столицы жалуются на зловоние, причина которого неизвестна. Трудно дышать полной грудью на Солнечной поляне и Павловском тракте. А самыми душистыми оказались улицы Власихинская, Кутузова, Антона Петрова, Строительная, Максима Горького и Короленко. И во дворе у нас есть запах этот неприятный. Ну не так часто, но раз в неделю точно. Он как-то то ли со сменой ветра. В некоторых районах я чувствовал что-то такое. Ну так думал там со свалки. Гоголя с Горького пересечения. Неделю-две назад, месяц. Ну периодически, не все время. Так иногда бывает. Минприроды, Водоканал, Роспотребнадзор и Росприроднадзор не берут на себя ответственность за зловоние, перекладывая вину друг на друга. В мэрии эту тему не комментируют. Также пока неизвестно, как власти города будут решать проблему с забитыми ливневками, которые могут быть причиной неприятного запаха. В начале недели в администрации Барнаула прошло заседание, на котором обсуждали работу инженерных сетей города. Но о принятых решениях чиновники сообщать не торопятся. Между тем, на подъезде к Барнаулу установили огромные буквы. Вторая надпись с названием города появилась у железнодорожной станции, недалеко от моста в районе Нового рынка. Конструкцию изготовили по заказу РЖД. В общей сложности высота букв составляет около полутора метров, а длина – шесть. Как пояснили в пресс-службе Алтайского территориального управления РЖД, буквы возвели с целью благоустройства главной железнодорожной станции края. Напомним, еще одна надпись с названием краевой столицы находится на склоне Нагорного парка. Решил отказаться от гражданства США и нисколько не жалеет об этом. Правда, там, дома, у него осталась семья – мама, жена и двое детей. Говорит, скучает. Знаменитый на весь мир боец Джефф Монсон сразился с десятками барнаульцев на татами и показал им свой коронный прием. Заодно успел взорвать соцсети. Причем это все Джефф успел сделать одновременно. Как это у него получилось, увидел Кирилл Политов. Он читает Бакунина и Толстого, любит блины и борщ, слушает Виктора Цоя. Россия ответила ему взаимностью. Чуть меньше месяца назад, наверное, самый русский из американцев стал нашим соотечественником. Теперь у него есть дубликат бесценного груза. После боя в Пензе однажды ко мне подошел пожилой человек. Он мне сказал, что на протяжении этих двух недель, что я был в Пензе, он каждый день приходил в отель, хотел поговорить со мной. Мы встретились, он подарил мне икону. Сказал, что это для меня и для моей мамы. Именно поэтому я влюбился в русских и в Россию. Толпы поклонников на входе в спортивном манеже «Тэмп» словно вернули барнаульцев во времена девицитных 90-х. Цель у всех одна – увидеть, потрогать, сделать селфи и выразить благодарность Джеффу, нашему Джеффу. Но если я просто использую мои руки, Брука, только вот так, он вернулся. Знаменитый захват «Север-Юг» – это его коронный прием. После такого соперникам оставалось разве что выбрасывать белый флаг. Теперь этим элементом ведения боя владеют и бойцы на Алтае. Еще бы, ведь сам Монсон обучил. Очень классно, интересно. Это одно дело ты посмотрел где-то в интернете, а где тебе сам легенда показал, рассказал и по полочкам разобрал этот прием. Быть в спортивном манеже «Тэмп» и не сыграть футбол из серии устоять невозможно. Правда, отыграть полный матч Джеффу вместе с командой трудных подростков все же не удалось. Сказалось здоровье. Символический удар по мячу и вновь интервью, автограф и селфи не отказал никому. Влюбленный в Алтай Джефф обещал вернуться вновь. Миссия – организовать серию боев в нашем крае. Первый из них запланирован на 11 августа. Международный турнир назначен под открытым небом на территории Алтай-Пелес. В будущем же Монсон планирует построить политическую карьеру. Снеговик намерен стать депутатом и сесть в кресло Государственной Думы. Вот такой он, русский парень, Джефф. Кирилл Политов, Павел Лауронин. Наши новости. Медали за любовь и верность вручили сегодня 32 многодетным семьям края. Это стало доброй традицией в преддверии праздника. 8 июля россияне отметят День семьи, любви и верности. В числе награжденных была и барнаульская семья Малыченко. Наша съемочная группа побывала у них в гостях и поразилась той атмосфере, которая царит в доме. Рассказывает Елена Кузовкина. Смотри, какие все счастливые, да? Все счастливые, все довольные. Смотри, Андрюшка, как беззубый. Смотри, смотри, беззубый, улыбается насколько. В этой семье очень любят фотографироваться. Снимки распечатывают и собирают в альбомы. Татьяна и Дмитрий часто вот так садятся вдвоем и вспоминают, как весело проводили время с семьей, как росли их дети, родных у пары двое. Но есть одна фотография, глядя на которую не хочется смеяться, как бы не расплакаться. На снимке двоюродная сестра Татьяны. Вот она по центру. Женщина заболела и умерла. Осталось трое детей, которых органы опеки планировали отдать в детский дом. Мы с мужем находились в одной комнате, и мы сутки молчали. Молчал он и молчала я. Ну, трагедия-то какая, что мы все это переваривали информацией. Мы переваривали, и потом, когда я Диме говорю, Диме, может быть, уже хватит молчать. Мы, наверное, с тобой думаем об одном и том же. Почти в один голос супруги произнесли, дети должны жить с нами. К тому же родные, дочь и сын обзавелись своими семьями. Огромный дом опустел. Вот уже полтора года Данил, Настя и самая младшая Алена, она сейчас в лагере, живут здесь с тетей Таней. Мама. Она была, но она всегда с нами. Она нам помогает, если нам это нужно. Мы очень часто разговариваем о маме. У нас есть в доме лавочка желаний, лавочка воспоминаний, где мы можем абсолютно спокойно поговорить на любые темы с ребятишками. Ну, в том числе о маме. Эти дети не такие, как хозяйка дома. Татьяна очень активная, жизнерадостная и творческая женщина. Ребята скромные, не любят разговаривать с чужими людьми. Привыкают к новой жизни, в которой их очень любят. Данил и Настя с удовольствием помогают бабушке в огороде, а участок у семьи Малыченко немаленький. Сейчас ведь каждый день надо подрыхлить, полить, чтобы был хороший урожай. Дети помогают. Без них бы я что делала? Не справиться. Таня на работе, Димочка на работе. Только вся надежда на них. И у них хорошо получается. Так что внуки у меня достойные меня. Малыченко сегодня получили медаль за любовь и верность. Такие награды вручили еще 31 семейной паре края. Если посчитать всех детей, которых эти люди воспитывают, получается 122 ребенка. Присутствующие в зале не считают себя особенными. Говорят, мы просто любим. Это главный секрет семейного счастья. Елена Кузовкина, Николай Шелко. Наши новости. И в завершение выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактивтаурин». 7 июля в крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Плюс 22 днем ожидается в Бийске и Кулунде. Около 24 градусов выше ноля в Белокурихе и Камни-на-Аби. Плюс 29 в Славгороде. В Барнауле ночью 13 градусов тепла, днем до 21 без осадков. Ветер восточный умеренный. А у меня на сегодня все новости. Отличных вам выходных и до встречи.